Идет процесс засеивания. Именно засеивание информационного пространства какими-то информационными как раз семенами своей идеологии. В различных мессенджерах, то есть именно Telegram, есть топовые идеологи, именно таксеритские, сурритские, которые очень качественно подготавливают контент. Это буквально капелька. Капелька в море, но которая как раз дает нужный эффект ввиду того, что ты эту капельку не замечаешь. Но семечка идеи, она засеивается в твое сознание и приводит к тому, что люди саморадикализируются, и у них как минимум возникает желание совершить эту же хиджру из страны неверных, либо страны, где ущемляют их религиозные свободы. Как минимум само желание. Была ситуация, когда наши, то есть именно наши казахстанские верующие за рубежом пытались получить фетву у одного из шейхов зарубежных и ближневосточных относительно ситуации у нас в стране. На что шейх ответил, адекватный шейх был и говорит, а что говорят ваши ученые, я не знаю какая у вас ситуация, я не могу дать вам фетву на вашу землю. Спросите своих ученых. Вот что он ответил. Если вам религия действительно нужна, то изучайте ее из проверенных источников. Полезны только проверенные знания. А непроверенные знания со всех источников, тем более их репост, даже хадис, то есть они могут какие-то слабые хадисы, непроверенные там репостить, и тебе он понравился, а ты его репостнул. А это недостоверный хадис. То есть даже в религиозном контексте ты понесешь урон, а не пользу от того, что ты распространил этот материал. Есть риск репостности, запрещенный материал, либо радикальный материал, что грозит уже как минимум штрафами, как максимум лишением свободы, за распространение экстребийских материалов.